Подожди, пожалуйста. А, подожди, подожди. Все. Поступление Медведевой, да, и Александр, здесь мы ждали партнер для фотографов. Еще раз. Еще раз. Кто там все изобилирует? Еще раз. Добрый день, уважаемая комиссия. Меня зовут Заберина Данила. Мой диплом на их уводитель Данил Михаил Дмитриевич. Я представляю графический комплекс персонального брата фотографов. Концепция моего проекта состоит в том, что на данный момент рынок фотоиндустрии очень не развивается. С начала 90-х он вырос практически в два раза. То есть эта индустрия очень быстро развивающаяся. И многие фотографы, которые себя таковыми называют, на самом деле очень часто уходят от ответственности в своем деле. То есть они пообещают своему клиенту то, что вот да-да-да, я там фотографии вам отдам, чем я столько-то. А на самом деле бывает такое, что клиент их даже не может дождаться. Для того, чтобы убедить в профессиональных своих навыках и серьезных намерениях, я разработала комплекс для подтверждения своего профессионализма благодаря вам внедрению дизайна. Комплекс мой состоит из фирменности, собственно, разработка логотипа. Это мой логотип. Логотип я однократно переделывалась. Сначала этот был исключительно шерестовой. Далее я решила внести туда бросьмичность изображения. Логотип мой плотный, нет лицел. До этого был еще фирменный цвет, кроме бирюзового, серый. Но я решила от него отказаться и сделать полностью лаконичный одного цвета. Можно добавить стандартные, всем нам привычные ЧВ-цвета. В чем, собственно, состоит задача моего цвета? Почему я выбрала именно такой цвет? Выбрала я его, во-первых, потому что у меня глаза такого цвета, и когда люди со мной знакомятся, они, в первую очередь, смотрят на меня глаза. А вообще этот цвет гуманизма, дружелюбия, радости, расположения к себе человека. Я, в принципе, достаточно добродушный человек. И я хочу сказать это людям, что никакой агрессии вы с моей стороны не получите. Я надеюсь, что, скажем, все ваши потребности я смогу выбрать, потому что я всегда права. Далее. Я выбрала шрифты. Симплицита ПРО – это основной шрифт. Он идет у меня в логотипе первом. Второй идет в логотипе ПРО. Он идет в тесте ПРО. Он идет в тесте ПРО. Он поддерживает мою концепцию минимализма. Поскольку фотография в моем деле главная, я решила сделать ее именно в стиле минимализма, потому что минимализм, точно так же, как и цель, которую я выбрала, освобождает человека от всех забот, пустое пространство, свобода мысли, человек успокаивается. И эти шрифты имеют достаточно лаконичные бременилинии, без засечек, что, в принципе, мне подходило. В городический комплекс входит, собственно, в договор. Ну, пример договора. Он с моим логотипом. В ней тут мой телефон и моя почта. Это, скажем так, маленький нюансик, но на нем весь проект держится, потому что я изначально заправила эту тему, то, что много у нас недобросовестных людей. С этим договором человек всегда может быть уверен, что он получит свой образ. Далее. Визитка. Естественно, визитка. Это неотъемлемая часть для движения фотографа. Вообще о том, что вы узнали. На нем помещен логотип. Опять же, концепция минимализма поддерживается. Ничего лишнего. Логотип. Кто я есть? Почта. Куда вы можете зайти ко мне на сайт? У мой номер телефона. Диск. Диск это тоже своеобразное портфолио, которое я представляю клиенту, который, допустим, ему нужно съемка блю для ресторана. И я вам не спрашиваю, какие именно вас интересуют. И скидываю на диск, привожу, собственно, он смотрит. Если ему неудобно, на диск это, естественно, флеш. Но здесь у меня концепция. Сувенирная продукция, которую я буду дарить своим клиентам, это ручка. На ней гравировка. Мой логотип. И с другой стороны мой номер. Клиенту будет приятно. И кто-то увидит там. Посмотрите. Я тоже хочу, где-то там надо посмотреть. Клиенту. Клиенту немного сбилось, собственно, еще в комплексе у меня, естественно, само портфолио. Портфолио у меня представлено веб-портфолио и печатное издание. Веб-портфолио идет под открытой стенки. То есть на любых планшетах, телефонах, он будет расстраиваться под размеры экрана. Собственно, это просто сайт-призиска. Для того, чтобы его реализовать, нужно будет обращаться к программисту. Поэтому это все из записки вы можете посмотреть, почитать. Печатное портфолио. Почему я выбрала именно этот вариант еще? Потому что люди любят все-таки распечатанную фотографию. Цифровое изображение, когда ты действительно держишь это в руках, смотришь, как это выглядит, это впечатляет. И многие хотят ознакомиться именно с печатной версией, нежели с сайтом. Хотя на обороте печатного портфолио человек всегда может посмотреть страничку сайта, зайти и ознакомиться с большим количеством фотографий, нежели с печатной версией. Почему я озаботилась эти проблемы, почему у меня именно так? Потому что на нашем рынке нет представленных достойных вариантов портфолио. Все сайты очень однообразные. Они напоминают что-то из девяностых. В общем, у нас получается дизайн есть, но нельзя они узнать. И печатные издания я видела у единиц, на самом деле. И все равно это было все достаточно не лаконично. Собственно, я в фото-выставках, приглашение на фото-выставку, вы тоже можете его увидеть. Это делается для того, чтобы, как люди обо мне узнают, об этом сайте, об этой книжке. Да и не так, а для того, чтобы они узнали, они смогут прийти на выставку, посмотреть мои работы, ознакомиться и в дальнейшем мое же выхотясь. Возможно, зайти ко мне на сайте, ознакомиться и в дальнейшем мои фотографии. Это главная страница. Она прокручивается, раздел это сбоку. Вот здесь представлено, как это можно озвучить. То есть обо мне. Человек нажимает обо мне. Вылетает ему обо мне информация. Далее вылезает разделов. Разделы, то есть там вылетают. Примерно такая же ситуация. Какие там разделы? Разделы интерьер, природа, свадьба, макро, еда, ад, собственно. Точно так же, как и печатные. То есть книги, где возит в вашу жюри прекрасно. Да, но на сайте будет представлено большее количество фотографий. Дальше у нас был вопрос. Очень интересный ответ на обложке справа. Это банки. Есть опроизведение банки-банки. Когда я спросила у управляющего, сколько банок у них там находится, они мне сказали, что более 3200. Это собанки. Консервные, большие, маленькие. А у них там есть лампочки. Нет, это же потолка на месте. Потолка, да. Это потолок где-то был, ну не знаю, метров 7. У меня вопрос, что может у вас есть стиль. А нет, здесь у вас центральная осевая. Потом у вас идет слаб, да? По-самому, это центральная осевая. Ну, минимализм, простые линии, минимум. Кратко, я делаю. Значит, у меня возник такой вопрос. У вас ручки собирается создавать. Печатать вы будете их? Ну, это вообще там попкой. Там попкой. Вот. Ну, вы как-то не нашли, сколько будет стоить вам напечатать тираж ручек, чтобы их потом создавать. То есть во сколько вам обойдется такие подарки клиентам? Хотела бы это видеть в вашей духовной работе. То есть экономического расчета по сути нету. Есть, я написала там то, что 10 штук будет стоить 199 рублей при тиражировании 5000. А там по печать делает 10 штук? Не делает. Лазерная гравировка обошла 10 штук 2200 рублей. Просто я не знаю. Понятно, что за такую деньги такой очень хороший клиент должен быть, да? Что за такие деньги? Да. Что это такое печать? Нет. Вот такие моменты. То есть у нас экономическая часть, это часть дипломного проекта, да? У вас она как бы отсутствует. Зато еще подробно написано, как можно делать переплеты, да? Да. Как подробно они делаются, но это не касается вашего именно, да? Переплеты. Ну, просто я забыла стать манатом. И зачем нам в теории? Нам нужно, нас интересует, наверное, ваш проект. Как именно у вас происходит вот эта вся конечная продукция, да? Вы приходите к такому вопросу. Я столкнулась с тем, что я хотела, чтобы у меня был твердый и любой переплет, но из-за того, что достаточно маленькое количество страниц, они смогли сделать только на болтах. То есть я изучала, поэтому я в том-то все и делала. Вот видите, значит, они смогли только на болтах все. То есть появляются некие ограничения. И вот эти ограничения, да, мы от них никуда держим. Значит, они должны быть отражены тепловой записке в вашей работе. Как именно, да, произведено? Тем более, что это реальный, да, проект, который вот он уже сделан, осуществлен. Вот это должно быть все описано, да? Понимаете? Да, да. То есть это не только абстрактно, хотя абстрактно тоже всегда конкретно. Вот технологическая, технологическая часть, это уже конкретно. Ну, в принципе, там я по другим вопросам сейчас придем, только вот ручки. Ручки. Нет, ну и ручки переплет. Да, и книга. Можно я вам еще про сайт спрошу? Даш, вот вы планируете его реализовать. Как вы планируете фотографии? У вас же основной контент, опять, есть. Тут даже в разделах мало. У вас будет какое-то решение полноэкранного изображения? Честно? Просто каталог. Да. Да, 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 абсолютно верно. А это не появится или какая-то другая структура? Человек будет нажимать в стабильном разделе, оно будет увеличиваться в полный раз. А сейчас раскрыт один какой-то раздел. Обо мне. это главное. Это вы там показываете разворот вашего буклета или это так же сверстывание получается сайта? Вот этот будет на сайте, но другие разделы будут сверстаны по такой технике. То есть подряд подарок и без условий съемки, без каких-то технических параметров, ничего? Нет. Просто картинки? Просто картинки? Нет. Не пишут. Не пишут, да? Каталоги только пишутся. Какой аффектив? Каталоги пишутся. То есть это целевая аудитория явно потребителей, а не профессионалов, которые заинтересованы. Вы же собираетесь каталог использовать еще и для выставки или нет? Нет. Это не каталог. Это не каталог. То есть это портфюрио для целевой аудитории, которая женится с собой обиду. Потому что он не приходит к каталогу. Вот такие. Посмотри, что оно принято. Правильно? Есть, как у нас приспадает? Вы же собираетесь? Можно еще вопрос? Да, пожалуйста. Я не услышала. Скажите подробнее про смысл этого. Извините, не расслышала. Смысл вашего знака. А, извините, мое упущение. Собственно, я искала благотип для себя, который бы напоминал раскрытие диафрагмы лепестков объектива. То есть вам это кажется очень индивидуальным? Нет, это мне не кажется очень индивидуальным. И рядом с ней показываете практически иконку, которая может быть на любом сайте. Почему? Это мне несколько... Не кажется, я вам страх? Что он решен? Ну, нигде я не видела вот таких скобочек, например, которые указывают, что это сам фотоаппарат. Вам не хотелось? Может быть, такие кондициалы? Да, честно говоря, я подумала, что первый скобочек это часть D, а вторая скобочка, наверное, часть N, а потом почему-то... О таком варианте я тоже думала, но он смотрелся, на мой взгляд, ну, очень. Поэтому я пришла к такому. Ну, честно говоря, несколько странно, потому что это же, грубо говоря, как подпись художника. Да, помните, Витя, там, про Дюрер и прочее. Мы все сейчас расшифровываем, писаем, писаем, писаем. В Воскресе, туда отличны целых две возможности диафрагноза, где бы прям встали. Почему-то оно совершенно не реализовано. А так видно, что восточный франшоте музыка, а фотографы, конечно, высокого класса человека. Вот это вот, как бы, такая сущностная составляющая, мне кажется, какой-то небольшой примитив, как-то подумать. И это была такая концепция, сделать такой универсальный, ни к чему не обязывающий знак. Минимализм? Ну, минимализм, потому что не бывает, знаете, про статус смыслов, да, вот. То есть, про весь смысл, нет ничего, смысл не совсем полезен. То, что вы подобрили, внизу написано, что вы подобрили. Вот эта синификация такая, она должна, мне кажется, быть более явно выше. Все условия для этого есть. Как бы жало, что вы этим воспользовались, этим условием. Почему? Так почему я это скачу? Потому что скромно такая, это не привлекательная. Саша, а минимализм это полагает использование в театре? Ну вот, иногда даже какие-то там водные знаки ставят, фотографии. Но вот у вас такая возможность, как бы, создать своего лидера из этого фотоаппарата, сделать именно ваш фотоаппарат, а не просто какой-то абстрактный фотоаппарат, который, может быть, чьим угодно. Ну, теперь выявился. Ну хорошо. Спасибо за ответ. Ладно, спасибо. 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 Спасибо.